Еще один такой скрытый подводный камень, который преследует в меньшей степени российских перевозчиков, но очень существенно влияет на иностранных партнеров, в первую очередь американских, это проблемы с сертификацией, вернее, проблемы с стоящим на земле Boeing 737 Max. Вот тут ситуация очень интересная, потому что опять-таки авиакомпании оказались заложниками авиапроизводителей, то есть они ничего не могут сделать, им пришлось в срочном порядке переверстывать как бы свои сначала летние планы, а теперь уже очень многие заявляют о том, что и на зимний период они вынуждены выводить эти самолеты из расписания, в связи с тем, что по последним заявлениям и Boeing, и Федеральной авиационной администрации не ожидается исправления ситуации и решения всех проблем вплоть до конца этого года. То есть фактически обе эти истории говорят о том, что если с точки зрения пассажира воздушное путешествие это некий такой целостный процесс, целостная услуга, которую он получает и, конечно, пассажир за нее платит и хочет, чтобы все было выполнено наилучшим образом. Но при реализации услуги мы видим, что тут участвуют разные контрагенты, которые между собой в очень сложных отношениях и там с одной стороны и доходы одних это расходы других и, например, когда в отношениях авиакомпании с аэропортом, ведь у пассажира, купив билет, у него договор с авиакомпанией, у пассажира с аэропортом вообще нет никаких отношений, просто у авиакомпании, в свою очередь, есть договор с пассажиром и договор с аэропортом. Поэтому получается, что вот в этой сложной системе, как бы, ну, с одной стороны, ну, вероятно, крайним оказывается и авиакомпания, ну, а самым крайним, естественно, оказывается пассажир. И дальше, в общем, тут можно предполагать, что именно состоясь ситуация с Боингами, тут тоже возникает, с одной стороны, вопросы возникают, с одной стороны, мы видим сейчас дефицит этих самолетов, который ведет к тому, что авиакомпании меняют свои частоты, направления и так далее, пересматривают расписание, но все-таки можно с оптимизмом ожидать, что все эти вопросы технические будут решены, и поставки самолетов Боинг нового поколения, модернизированных, возобновятся, и тогда возникнет новая удивительная ситуация, ведь вот этот отложенный спрос, он не спроецируется на следующий год. То есть нельзя сказать, что если пассажир в этом году не полетел куда-то, допустим, даже из-за отсутствия самолета, то из этого никак не следует, что в следующем году он полетит дважды. То есть после того, как на рынок будут поставлены те самолеты Боинг, которые недопоставлены в этом году, плюс те, которые по планам поставки на следующий год, то вполне вероятно ожидать избытка провозных ямкостей, по крайней мере на европейском и на американском рынке, но, несомненно, это и нас как-то коснется. И здесь тоже возникают вопросы, к чему это может привести. КОНЕЦ Можно только надеяться, что, опять-таки, для российских кавиакомпаний, которые в массе своей приобретают самолеты со вторичного рынка, это будет хорошая новость, потому что поступление новых машин в больших количествах, тем более такой массовый сброс и подъем, опять, так сказать, в строю всех тех, кто стоит сейчас на земле, можно ожидать, что это приведет к некоторому падению цен на вторичном рынке, что для авиакомпаний, которые используют технику со вторичного рынка, наверное, благо. Ну да, то есть какие-то плюсы можно найти и в этой ситуации. Но в целом я бы, наверное, хотел бы сказать, что, вот мы уже говорили про необходимость выстраивания системы отношений, тут нет какого-то ответа, то есть ответа на то, какой должна быть идеальная система отношений, чтобы вот та целостная услуга по воздушному путешествию, которую получает пассажир, чтобы она точно так же целостным образом гармонично выполнялась бы всеми участниками этого процесса. Тем не менее, это явная проблема, назревшая перед всем воздушным транспортом. И вот то, что мы в ходе своих конференций постоянно приходим к этому, постоянно создаем диалог между авиакомпаниями и аэропортами, все-таки позволяет надеяться, что какие-то решения будут найдены. Будем надеяться. Будем. Будем.